Мы решили выбрать ботанический сад, чтобы записать здесь интервью с второй вице-мисс конкурса «Мисс Восток России» Елизаветы Прохоренко. Мне кажется, ты вообще идеально вписываешься в обстановку ботанического сада, потому что ты самая такая нежная, такая цветочек, прямо из всех победительниц. Ну, мне 19 лет, я из города Владивостока, я здесь родилась и здесь, собственно, живу до сих пор. Была ли в твоей жизни какая-то творческая составляющая? Ну, с шести лет моя жизнь была связана с танцами, я была частью большого коллектива народных танцев «Алиса», и в составе которой мы принимали участие в огромном количестве выступлений, концертов, конкурсов, поэтому моя жизнь с детства связана с сценой, и я себя прекрасно представляла в этой роли с детства, получается. Какое у тебя отношение было к конкурсам красоты во время школы? Я, наверное, я просто никак не относилась, я не задумывалась. Я ходила на «Мисс Восток» зрительницы, и я просто смотрела на девочек, мне было очень интересно за ними наблюдать. Это было всегда очень красиво, но я никогда не думала, что у меня у самой получится пойти на конкурс, и уж тем более занять безовое место. И как-то среди этого года, получается, я просто ехала на учебу, и такая, а может быть попробовать? Почему нет? И примерно как-то так это все сложилось. Вот, я искренне никогда не думала, чтобы пойти самой участвовать, просто это было красиво, и мне казалось, что конкурс для красоты для кого угодно, но не для меня как-то, ну, я же учусь. Почему так? Ну, я как-то всю жизнь, ну, я учусь в медиа, училась в медицинском лицее, танцевала в народные танцы, я никогда не задумывалась вообще, ну, как-то даже мысли не было. Вот, и в итоге я поняла, а почему я так думаю? Вот, я посмотрела на себя, посмотрела на девочек, поняла, что почему я так думаю? Нужно пробовать, хвататься за любую возможность и строить свою жизнь самой, и решила поучаствовать. В чем конкретно были твои сомнения? Просто, во-первых, мне всегда казалось, что конкурс красоты – это про девочек, которые очень высокие. Всегда же есть такой стереотип, что модели – это очень высокие, очень худенькие девочки. Мне на тот момент казалось, что я достаточно высока, то есть у меня средний такой рост, я 169 сантиметров, то есть, ну, отличный рост для девушки. Но мне казалось, что надо, чтобы быть выше 170, плюс вес. Ну, я никогда не отличалась сильной худобой, я была обычным подростком, вот. И мне казалось, что, наверное, там нужно быть особо стройной, особо там в фигуре какой-то определенной, и поэтому, наверное, как-то так всегда складывалось. То есть это больше с какими-то модельными параметрами? Наверное, да, это просто были какие-то… Ну, мне казалось, что есть другие определенные модельные рамки, в которые как будто бы я не подхожу на тот момент. Как ты можешь сейчас развеять этот миф? Ну, во-первых, рост. Действительно сейчас, ну, по крайней мере, на Мисс Востоке, это не настолько важно. То есть, ну, понятно, что, наверное, если там метр пятьдесят пять девочка, то, возможно, возможно, я не говорю, что нет, возможно, такой рост неприемлем, но, опять же, все зависит от девушки. Если она придет, и она будет яркой, красивой, почему бы нет? Вот, это я поняла, когда пришла тоже на конкурс. То есть, были девочки ниже меня, они были яркие, красивые, их сто процентов взяли, и они очень достойны. По поводу веса, ну, это все регулируемо. То есть, я была в определенном весе, когда я решила, что все, вот, нет, ну, я хочу на конкурс, я взяла себя в руки, я дошла до определенного результата, который меня устраивал, и все вот так вот. Все очень просто на самом деле, просто мы придумываем какие-то сложности сами себе скорее. Вот сейчас такая повестка, бодипозитив. Но, как бы, конкурсы красоты, у них есть определенные стандарты. Вот. Как вообще эти конкурсы сочетаются с нынешним временем? На самом деле, в конкурсе красоты, по крайней мере, в России, по крайней мере, про те, которые я знаю, действительно, в данный момент еще не дошла тенденция бодипозитива. То есть, несмотря на то, что, да, это сейчас активно там пропагандируется во всем мире, но в конкурсах красоты пока это не отмечалось. Действительно, пока еще предпочитают отдавать свой голос девушкам, которые в хорошей форме, которые сидят за собой, правильно питаются, которые выглядят здоровы, вот именно вот так вот со стороны. Которые... Смотри, пометка. Это не только про лишний вес, допустим, там, про... Принятие себя. Ну, допустим, про девушек, там, с протезами, или, там, у которых аллопеция, ну, когда нет волос, или, там, с татуировками, допустим, вот такое. До конкурсов красоты еще не дошел. То есть, возможно, в ближайшем будущем это когда-нибудь случится, возможно, будут какие-то отдельные направления в этой сфере, но в данный момент все равно преимущество дают каким-то, наверное, определенным критериям красоты. То есть, там, определенная внешность, татуировки нам говорили замазывать, то есть, с татуировками нам было... И то, что нельзя. У нас были некоторые девочки с татуировками, просто сильно, особо большие нужно было замазать, допустим. Очень сильно ценится естественная красота. Допустим, даже когда я перед конкурсом нарастила ресницы, ко мне подошли и сказали, что слишком ярко. Ну, я объяснила то, что я это специально сделала, чтобы на сцене и визажистам было попроще действительно. Вот, но сам факт, то есть, это все отмечалось. Ногти, мы когда спрашивали про ногти, что нам делать, нам говорили тоже постараться сделать что-то более, ну, женственное, какое-то приземистое, то есть, не сильно яркие, не длинные, вот. То есть, все равно пока на данный момент ценится какая-то, не знаю, определенный стандарт на красоты, вот. А как ты вообще смотришь на то, чтобы в конкурсах красоты, вот, допустим, среди таких натуральных участниц были девушки, ну, допустим, с татуировками, там, с пирсингом? Я к этому отношусь очень просто, то есть, я с удовольствием, мне самой нравятся, как выглядят татуировки. Я не против пирсингов абсолютно, то есть, если бы я сидела в жюри, если бы это был мой конкурс, возможно бы я и развивала какое-то такое направление, ну, необычное, я бы сказала, вот. Но так как от меня это пока особо не зависит, все равно это все решают жюри, как сказать, директоры, агентства, ну, пока я была бы только за. А можешь вспомнить вот этот момент кастинга? Как он вообще проходил? Какие есть тонкости, нюансы? Может, есть какие-то советы для девочек, которые попробуют себя в следующем году? Ну, мы пришли, там было три этапа. Первый этап, это нужно было рассказать о себе. В основном, насколько я поняла, смотрят на то, как девушка умеет говорить и как она умеет презентовать себя. То есть, чтобы не было какого-то излишнего волнения. Ну, понятно, что все мы волновались, я с каждой девочкой общалась, все волновались, но нужно было как-то уметь сдержать себя, наверное. Нужно было кратко сказать о себе, о своих увлечениях. Просто кто-то такой, и жюри слушала внимательно, с интересом, даже подбадривала, улыбались. То есть, именно вот эта сама атмосфера была, ну, не строго, очень приятно все проходило. Второй тур, это был, по-моему, танцевальный, я боюсь ошибиться, но, по-моему, второй это был танцевальный. Включалась клубная музыка, и мы должны были просто подвигаться. То есть, никакой танец, никакую хореографию нам не надо было исполнять. Нам надо было просто подвигаться. А ты одна на сцене стоишь? Нет, нас стояло 10 девочек. Вот нас вызывали по кучкам, можно так сказать. Первые 10, там вторые 10, там было человек 70, по-моему, на отборочном туре. Это отборочный тур, финал? Это отборочный тур, вот, когда отбирали 16 девочек. Ну да, отборочный тур, финал. И мы танцевали немножко, там, может быть, секунд 15, ну и все. Вот. И третий тур, это выход в купальниках. Мы должны были просто пройтись, выйти вперед, пройтись перед жюри и уйти обратно. То есть, это тоже было не так сложно. Здесь смотрели на нашу фигуру. Ну, то есть, даже если девочка не умеет ходить на каблуках, это все обучаемо. Нас учили на протяжении месяца этому. То есть, здесь в основном нужна, наверное, какая-то вот такая составляющая, наверное. Ну, стройное тело, подтянутое. Был же еще один кастинг оффлайн, который вот был до отбора финал. Вот, как он проходил? С этим кастингом определенная у меня история. Когда я изначально зашла посмотреть на девочек, которые подают заявку, я выдала одну из самых последних, это так, вставочка. Я зашла посмотреть, а там одна краше другой. С фотосессией, с макияжем. Вообще, откуда там только не было девочек. Я на это дело все вот так смотрю и думаю, а я как бы до конкурса красоты не особо увлекалась модельной сферой. Я говорю, я просто училась, танцевала, и моя жизнь была абсолютно другой. И оттуда девочкой, которая действительно в модельной сфере, как будто бы очень долгое время, я на это так смотрела, думаю, что делать. Ну, я просто выкладывала свои фотографии, не побоялась. Я думаю, ну, как уже есть. Все равно будет отбираться в жизни это все, и девушка будет показывать себя на сцене, какая она в жизни, а не на фотографиях. Эти анкеты, которые мы видим на сайте, это просто анкеты. Все отбиралось только в жизни. Как проходило ожидание того, что приняли тебя или нет? Я не переживала. Мне было просто очень интересно. Вот я уже сделала все, что могла, я села и сижу, жду. И когда назвали мой номер, я просто, я даже не поняла, что это мой номер. Я сижу вот так думаю, кто 38-й, почему он не идет? И просто друзья говорят, иди, а, это я. Я была счастлива, конечно, и рада, я так улыбалась, стояла. Было интересно. Да, наверное, было больше интересно, чем страшно. У меня не было такого, что, блин, сейчас меня не возьмут, что я буду делать. Что тебе на конкурсе давалось тяжелее всего? Наверное, тяжелее всего мне давались сами выходы на подиум, потому что хоть я и танцевала на сцене, хоть у меня был большой опыт, но это вообще не помогает, ну, искренне. Потому что когда ты во время танца, это как будто бы ты танцуешь за коллектив, как будто бы если ты подвернешь ногу, это будет не так сильно заметно. А когда ты выходишь на подиум, плюс это еще каблуки один сантиметр, у тебя априори такое состояние немного нестабильное. Вот. И ты идешь, это действительно сложно, по крайней мере, это было сложно для меня, а в этом же положении надо еще как-то там покрутиться, там повернуться, на зрителей посмотреть, на жюри посмотреть определенно. А ты, кроме софита и подиума, ничего не видишь. Я стою, я понимаю, что вот через два выхода иду я. Это было очень страшно. Так сердце стоит, бьется, бьется, бьется. Думаешь, ладно, вдох-выдох, идем, спокойно шагаем. Плюс есть сильная возможность упасть, действительно. Особенно у меня вечерний выход, ну, было необычное платье, оно было очень пышное, и оно было немного длинновато мне. Но оно мне так понравилось, я думаю, ладно, ничего, справимся. И я шла, и у меня был каждый шаг, у меня была мысль, блин, лишь бы не упасть, лишь бы не упасть, улыбаемся, лишь бы не упасть. Вот. Ну, ничего не упало же. Потому что на репетициях действительно бывало такое, что есть потыкались, и туфли слетали, и там на платье наступали, все было. То есть какова вероятность того, что такие вот ситуации не повторятся на сцене. Вот это вот было страшно, действительно. Какая часть шоу и подготовка к нему тебе понравилась больше всего? Ой, возможно, даже принесла удовольствие. Ой, наверное, это последний выход, потому что мне очень нравилась сама песня. Я каждый раз, вот сколько раз она играла, с экличной, каждый раз ей наслаждалась. Ну и плюс вот это вот, потому что я платье, в нем чувствовала себя максимально именно комфортно и визуально. То есть да, оно было длинное, неудобное, но эстетически, эстетично, мне очень это нравилось. Вот. А еще мне очень нравились танцы. Потому что так как я танцевала, я полгода назад закончила свою танцевальную карьеру в коллективе именно. И мне именно не хватало вот этого танцев на сцене. И я смогла вновь окунуться вот в эту атмосферу. Да, это немного не тот стиль, который я привыкла танцевать. Я повторюсь, я была народницей, а тут современные направления. Но в принципе это было очень интересно. Был очень хороший преподаватель у нас, который нам все конкретно объяснял. Мы там составили, что-то смеялись, там в какой-то момент ругались. Ну все было. Но это было действительно очень интересно и очень, наверное, это принесло мне огромный опыт танцев на сцене в другом для меня стиле. Вот. Поэтому мне это сильно понравилось, действительно. Я бы еще раз танцевала, прям вышло. Расскажи, как вообще выбирают победительницу? Потому что как будто бы это очень такие размытые параметры. На самом деле, про победительницу у каждой девочки, вот в том числе у меня. Мы когда садились с девушек, там ехали домой, допустим, каждый раз обсуждали, кто по мнению других участниц может стать победительницей. Вот такие все время вопросы, они присутствовали в нашем коллективе. И действительно, у меня тоже был определенный список девочек, которые мне очень нравились, которые считали, что вот они вот лучшие из лучших, там, красивые очень сильно. Вот. То есть для меня это были одни девочки. Общалась я с другой участницей, она меня называла абсолютно другой список. И она смотрела на меня, там, не понимая, как она, да ты чего, а вот она. Подходили к третьей девочке, там вообще было другое. То есть на вкус и цвет действительно вот. Ну, тут только так можно сказать. Потому что, ну, мы видим это по одному, жюри по другому. То есть, опять же, жюри, они сидят очень долгое время уже на этом месте. То есть у них уже определенный взгляд на девочек. И у них, наверное, есть определенные критерии, которые не всегда мы видим, как зрители или как участницы. Поэтому у них, наверное, есть какие-то свои рамки, которым они придерживаются. Были девочки, которые действительно заняли место, на которых я думала. Были, ну, были те, кто ничего не занял, хотя я была уверена, что вот как она на 100% должна победить. Ну, как-то так. Я за девочек, которые выиграли, очень рада. Они действительно достойны. Я пересмотрела сейчас конкурс как зритель. Нам же скидывают себе видео. Я смотрю на девочек и действительно, я понимаю, почему им дали место. То есть когда ты на самих репетициях, это выглядит по одному. Потом, когда сам конкурс, сам финал, это выглядело абсолютно по-другому. И какие-то вот такие вот моменты, которые проявились именно на самом финале, мне до этого были не раскрыты. И после того, как я пересмотрела, я поменяла свою точку зрения. Действительно сказала, что ну да, она действительно достойна. Она выглядела замечательно. Я смотрю на нее, мне самой нравится, как она выглядит. То есть я бы сама дала первое место или второе место, как места, которые распределили. Как ты думаешь, почему ты взяла именно второй вице-мисс? Ну, я думаю, что я просто понравила жюри. Они смогли разглядеть то, что я пыталась донести до зрителей. Смогли увидеть мою определенную энергетику. По поводу того, почему именно вторая вице-мисс, я не могу рассуждать. Я не знаю. Возможно, в каком-то плане девочки, которые заняли места выше меня, в каком-то плане они были сильнее, техничнее. Может быть, они смогли как-то больше проскрыть себя, проявить себя. Я очень рада своему месту. Я действительно считаю, что это прекрасно все. Я не хотела бы ничего менять. Пусть будет так, как есть. Так что все очень справедливо, более чем. Как думаешь, каким девушкам тяжело будет находиться в конкурсе? Мне кажется, на конкурсе тяжело находиться девушкам, которые очень закомплексованы в себе и хотят только победы. То есть нужно понимать то, что победа, вот наши финальные места, это своего рода субъективное мнение жюри. То есть это никак не влияет на то, красивая ты или нет. То есть для жюри, возможно, показали, что определенные люди более яркие. Но это не значит, что ты некрасивая или еще какая-то. А если человек будет идти именно с этой мыслью, то, что вот если я не прошла, если я не выиграла, то все, я некрасивая, это ни к чему хорошему не приведет. У человека появятся только какие-то психологические потом проблемы, трудности, комплексы и все такое. К этому нужно подходить более, наверное, просто и расслабленно. Понимать то, что я прихожу показать себя. Я не прихожу для того, чтобы вот только победа и все. Нужно же к этому относиться более, мне кажется, ну, не знаю, как-то более спокойно, понимать то, что это опыт. Даже если тебя не взяли в этом году, может быть, такое же, что я возьму следующую. У нас была такая девочка на конкурсе, которую в том году даже не взяли в финал. А в этом году у меня мои родители сказали, вот там была еще вот такая вот девочка, она была очень хороша. То есть от того, что ее даже не взяли, до почти победительницы, по мнению жюри, ой, по мнению зрителей, извиняюсь, у нас, ну, как бы, за год может произойти многое. Поэтому к этому нужно относиться более спокойно и понимать, что это опыт в любом случае. А что означает яркая девушка? Ну, для меня яркая девушка – это та, от которой веет определенной энергией. То есть вот ты на нее смотришь, и тебе на нее интересно смотреть. То есть это не всегда просто красивая девушка. Она должна быть какая-то добрая, нежная, улыбчивая. Должна всегда мило общаться с людьми, идти на какие-то диалоги вступать, не бояться, отвечать не грубо, вот какие-то такие вот нюансы. На сцене это тоже чувствуется. Когда девушка выходит, она излучает определенную энергию. Бывали девушки, вот я раньше как зрительница смотрела, они выходят на сцену, она вроде красивая, но вот нет какой-то той самой искорки, мне кажется. Вот вроде все хорошо. А выходит другая девушка, от нее прям определенный вот какой-то заряд энергии. Это тяжело писать вот так вот словами. Мне кажется, это просто чувствуется на каком-то вот таком интуитивном уровне. И мне кажется, жюри это тоже чувствуют. И именно из этого складывается победа девушки. Нужно быть собой и просто кайфовать. Мне одна из девочек, участниц, подсказала такую вещь, то что ты когда стоишь перед детком, ты же любуешься собой, ты кайфуешь от себя, тебе нравится. И ты должен на сцене поймать вот это вот ощущение, такое же, как ты чувствуешь, когда ты стоишь перед зеркалом. Перед зеркалом мы всегда нравимся себе, мы такие красивые, мы там вот так и ручками машем, иногда танцуем. Надо эту же энергию поймать и на сцене. Тогда ты сможешь донести свой посыл зрителям. И тогда они это почувствуют. Мне кажется, это просто приходит с каким-то опытом. И я думаю, что просто каждая девушка должна попробовать себе это пораскрывать. Даже не всегда, не обязательно, если ты работаешь на сцене, просто в общении с людьми. Попробуй сама от себя получать наслаждение во время общения, во время какого-то презентования себя. Ну, такие вот нюансы. Про конкуренцию. Неужели ее действительно нет? Ну, тяжело сказать, что на конкурсе красоты нет конкуренции. Это конкурс красоты. То есть это априори, мне кажется, словосочетание, которое равно конкуренции. Естественно, что мы пришли на соревнования, в котором должны были быть победительницы. Но конкуренция может быть, мне кажется, какой-то здоровой и нездоровой. То есть не было такого вот, допустим, я говорю про себя. Я могла подойти к какой-нибудь девочке и сказать им, помоги мне придумать какое-нибудь движение. Я никак не могу. И мне с удовольствием помогали. И другие девочки тоже могли подойти. Особенно у нас там были танцующие девочки, которым это давалось намного легче. И они с удовольствием помогали. И никто ни на кого, никаких не обид, никаких кознь не строил. И нас не воротили? Да нет, вообще. Мы всегда дружно. Мы ходили иногда кушать после репетиции. Общались. Мы давали про друг друга. У нас не было такого, что вот, вот она лучше, она может победить. Сломай-ка ей каблук. Такого вообще не было. То есть если что-то ломалось, терялось. У нас было много ситуаций во время репетиций. И девочки всегда активно помогали. Мне это, кстати, очень сильно удивило, потому что была одна ситуация, когда мы потеряли одну вещь, и все схватились это искать. Опять же, вот если так подумать, какова выгода другим девочкам помогать, грубо говоря, мне что-то найти. Это же как бы, ну, я их соперница. Но нет, все помогали, все сопереживали. И это было настолько искренне, что этот момент мне очень хорошо запомнился. Я даже вот пришла домой вечером маме, говорю, представляешь, вот. Ну, это было, у меня искренне удивление, что нет вот такой какой-то нотки корысти. И все было искренне, наверное, подружески, не знаю. Что тебе дал конкурс? Ой, на самом деле, это такой интересный вопрос. Ну, во-первых, для меня то, что я заняла призовое место, это действительно очень, наверное, влияет на какую-то психологическую оценку себя. И у тебя, ты понимаешь, что ты действительно хороша, это признали, как будто бы даже другие люди. Ты действительно смогла переступить через себя и смогла сделать то, что понравилось зрителям, то, что привлекло внимание других людей. И, конечно, это повышает свою самооценку, это самое вот элементарное. Также во время этого конкурса, у нас был всего лишь месяц подготовки, но у меня появилось столько новых знакомств, сколько, мне кажется, не появлялось за всю жизнь, действительно. И я не беру в счет только девочек. Также это визажисты, фотографы, постановщики и другие люди, которые как-то были причастны к постановке данного шоу. Поэтому знакомство, это действительно тоже огромное, имеет огромную ценность для меня. Ну и, конечно же, призы, которые нам подарили, это хорошая сумма денег, которой никогда лишний не бывает. Ее можно внести в какое-то свое желание, которое у тебя давно было, и ты не могла его как-то реализовать. Также мне очень вообще понравился подарок в Таиланд. Нам дали путевку в Таиланд. Мне кажется, все обалдели в зале. Я была настолько счастлива. Думаю, все, мне уже ничего не надо, мне подарили путевку в Таиланд. А это еще с девочками. То есть это вдвойне интересно будет, когда 16 девочек, мы все вместе в Таиланде. Но это вообще что-то сказочное. И такие вот нюансы, которые приносят только какие-то положительные эмоции. И нету даже никаких воспоминаний, которые, не знаю, огорчали бы. Только радость какую-то. Даже если бы ты не заняла место. Даже если бы не заняла место. Я к этому относилась изначально как к опыту. Я в такой роли никогда не была. Я хочу. Надо попробовать. То есть если бы я ничего не заняла, я бы все равно была очень счастлива. Потому что человек, который прошел в финал, это уже значит, что девушка яркая и красивая. И победа, это ничего на самом деле вот такого колоссального не значит. Потому что все мы красивые, все мы яркие. А только какие-то такие вот призы, которые нам дают, это, конечно, приятно. Титул, это очень приятно. Дальше у меня, кстати, получается все развиваются в этой сфере модельной. То есть если до этого я никогда не была связана с модельной сферой, то теперь у меня почти каждый день макияжи. Мне пишут фотографы, которые хотят посотрудничать со мной. Действительно, вот в этом, как сказать, в этом есть огромное преимущество. Ну и последнее. Можешь дать совет девушкам, которые собираются поучаствовать или боятся поучаствовать в подобном конкурсе? Я могу только сказать одно, что нужно пробовать. Действительно нужно пробовать. Потому что иногда другие люди могут разглядеть в тебе такую красоту, которую ты сам себе не видишь. И не всегда это какая-то просто красивая картинка. Чаще всего это определенная энергия, которую ты несешь людям, зрителям. И нужно пробовать. Потому что когда, если не сейчас? Вот сейчас ты упустишь этот момент, а в следующем году ты захожешь, а может быть не будет такого уже шанса. Поэтому нужно браться, если есть возможность, если есть желание, 100% нужно идти. Потому что даже если ты не пройдешь, ты получишь, опять же, я повторюсь, колоссальный опыт. Ты посмотришь на девочек, посмотришь, как они себя преподносят, чтобы пройти финал. То есть ты уже получишь какие-то знания, которые ты бы не получил, не придя на кастинг, не придя на отборочный тур и так далее. То есть нужно пробовать, 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...